Меня зовут Алексей Чилищев. Мой канал создан для тех людей, которые хотят получить политическое убежище в США самостоятельно, не прибегая к помощи дорогостоящих американских адвокатов. В своих видео, которые опубликованы на этом канале, я доходчиво объясняю, как получить политическое убежище в США самостоятельно. Я со своей семьей получил его именно таким образом. Многие последователи, следуя моим советам, получили политическое убежище в США так же, как и я. Для этого, первое, вам нужно оказаться на территории США. Неважно, по какой визе вы прибудете. Второе, чтобы подать на политическое убежище в США, нужно написать историю преследования. Необходимо, чтобы ваше преследование совпадало с одним из пяти признаков. Вас могут преследовать за ваше политическое мнение, национальность, расу, вероисповедание, за вашу принадлежность к социальной группе. Если вы, к примеру, хотите подать прошение на политическое убежище по причине экономического упадка в вашей стране или по причине нежелания прохождения обязательной воинской службы в вооруженных силах вашей страны, если вас преследуют за ваши долги, если вы обманутый вкладчик, дольщик, то ваше заявление рассматриваться не будет. Ваше прошение будет отклонено, вы будете депортированы с территории США, то есть потратите большое количество времени и своих средств впустую. Следующий важный момент. Вам нужно написать историю преследования, находясь еще в своей стране, так как вы соберете большее количество подтверждающих ваше преследование документов. Далее нужно заполнить форму I-589, подготовить кантри-репорт, желательно подготовить заключение эксперта, перевести все документы на английский язык и отправить их в один из региональных офисов USCIS. На словах все достаточно просто, но когда доходит до дела, люди не знают, как это сделать правильно. Даже на сегодняшний день в интернете довольно мало стоящей информации. Именно для таких заявителей еще в 2014 году я написал пособие по получению политического убежища в США без адвокатов. В 2018 году было переиздание этой книги, и сейчас, в 2021 году, я вновь переписал ее с учетом сегодняшних реалий и дополнил ее еще историями заявителей на политическое убежище, которые успешно прошли интервью и получили одобрение. Сейчас в книге 8 историй. Скажу сразу, что все истории, опубликованные в этой книге, они публикуются с разрешения авторов. Это много страниц самого отборного, самого нужного материала по получению убежища в США. Я не лил воду, не цитировал первоисточники, не загружал книгу хламом ненужной информации, которая вам не потребуется, не пригодится. Только практические советы и нужные для вас сведения. Кроме того, мне нередко поступают вопросы про переход границы с Мексикой. Я опубликовал и эту информацию в своей книге. Меня часто спрашивают, с чего начать получение убежища. Начать нужно именно с прочтения книги. Вы можете заплатить адвокату за часовую консультацию 150-200 долларов или купить у нас книгу, из которой вы получите намного, намного больше информации, чем на любой часовой консультации адвоката. С книгой мы высылаем в качестве бонуса большое количество дополнительной, очень нужной информации. К примеру, мануал по иммиграционному суду. Affirmative Asylum Procedures Manual. Это мануал иммиграционных офицеров, как проводить интервью. Информацию про формирование кейса для отправки USCIS, кит USCIS по получению убежища и так далее. У нас также есть вторая книга «Пособие по успешному прохождению интервью на политическое убежище». В этой книге собран успешный семилетний опыт заявителей, которые проходили интервью. На сегодняшний день тактика и приемы, используемые в ходе интервью, психологические особенности и поведение заявителей на интервью по получению убежища, остаются за рамками доступной информации даже в интернете. Все понимают, что заявители, успешно прошедшие интервью, как правило, стараются не делиться этой информацией. Один из разделов данной книги как раз и посвящен описанию тактических приемов, которые используют офицеры на интервью. Поэтому заявителю, конечно, будет полезно знать разбор множества психологических приемов, которые мы приводим в данном пособии. Когда вы прочтете эту книгу, у вас будут четкие правила, как и что говорить на интервью. Эти правила вам очень пригодятся на интервью. Что вы узнаете, прочитав данное пособие? Про вызов на интервью, какие документы нужно брать, про задачи, поставленные перед офицером на интервью. Вы узнаете о типах вопросов на интервью. Узнаете про используемые офицерами USCIS психологические приемы при проведении интервью. И последнее вы узнаете часто задаваемые офицерами вопросы на интервью. Книги можно заказать, написав нам на e-mail. Я убежден, что если вы посмотрите видео на моем канале, прочитаете книги, вы будете полностью подготовлены к получению политического убежища. Вы будете знать все нюансы. Вы сэкономите огромное количество денег и у вас все получится. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok